Вы принимала программа территориальная госгарантия оказания бесплатной медицинской помощи на 2022 и в планах 2003-2024 годы. Что самое главное по этой программе было сделано? Ключевые направления и системные направления это повышение стоимости и распределение обеспеченности на одного жителя в Верхневолже. То есть это означает, что у нас будет больше средств по текущему решению на оказание помощи в расчете на одного жителя нашего региона. Второе это оснащение и запуск в следующем году крупного сосудистого центра в городе Ржеве. Это будет один из семи проектов, который реализован будет и начнет работать со следующего года. Это запуск нового направления и расширение функционала нашего областного онкологического диспансера. Это увеличение объемов по службе скорой помощи, приобретение дополнительного транспорта и повышение зарплаты работникам скорой медицинской помощи. Кроме того, это повышение качества услуг и премирование врачей, которые там предусмотрены. Это улучшение качества лекарственного обеспечения и развития сети информации. Мы тоже об этом говорили. Ну и, конечно, это увеличение объемов обслуживания по диспансеризации, потому что мы видим, что ковид, к сожалению, затормозил процесс диспансеризации. А это важно. Это первичное выявление заболеваемости людей и возможность просто ускоренного лечения, когда еще болезнь не развивается у человека. Особенно это касается онкобольных и кардиобольных. Это важно более раннее выявление этих проблем. Также хотел бы сказать, что важным моментом является увеличение задания по экстракорпоральному оплодотворению нашему региональному перинатальному центру. Ну и, наверное, надо сказать, что ремонты больниц, строительство больниц, поликлиник, ФАПы – это все входят тоже в нашу общую программу развития здравоохранения и систему государственных гарантий. Если говорить по социальным вопросам, это принятие решения о ежегодной выплате детям войны 800 рублей с ежегодной индексацией. Это порядка 8300 человек, которые у нас не числятся в других категориях, и около 38 тысяч человек, которые сейчас имеют статус ветерана войны. Это доплата до 800 рублей вне зависимости от уровня доходов этих людей, потому что возраст уже большой. Мы считаем, что это та группа, которой мы обязаны оказывать внимание. Ну и, наверное, надо сказать, что сравнивая работу государственной системы оказания медицинской помощи, мы в этом году завершили основной этап формирования скорой медицинской помощи. Мы понимаем весь объем задач и проблем, которые сегодня есть. Но что очень важно, что теперь вся работа стала максимально прозрачной. Мы видим все проблемные моменты, все спорные, все критические случаи недоезда скорой помощи или отсутствия реакции на своевременные вызовы, которые должны быть обслужены. И теперь мы системно, начиная уже с декабря текущего месяца, с 1 января 2022 года, я думаю, перейдем к более активным средствам в системе формирования нашей общеобластной системы оказания скорой медицинской помощи. Игорь Михайлович, сегодня также обсуждался вопрос обеспечения многодетных семей школьной формой. Какие итоги можете подвести, какие задачи поставлены на следующий год? По текущему году мы поняли удовлетворенность и пожелания многодетных семей, кто получал школьную форму. С нового 2022 года, те, кто пойдет с 1 сентября, уже дети из многодетных семей будут получать школьную форму на ребятишек с 1 по 11 класс исключительно, вне зависимости от уровня доходов, которые есть в семье. И, что очень важно, будет проиндексирована стоимость школьной формы, потому что мы понимаем, что, к сожалению, процесс подорожания прошел. И наша задача, чтобы все это было сделано вовремя, приняли специальные дополнительные меры и сроки. Это июнь месяц, это август месяц, это уже контрольные в сентябре точки. Если кто-то вновь будет включен в состав многодетных семей, это будет еженедельная проверка в течение сентября до 1 октября соответствующего года. Наверное, вот такие основные моменты.